Как любая девушка в любом возрасте может выглядеть просто фантастически привлекательно? И возможно ли это шикарно выглядеть для девушки и в 20, и в 30, и в 50, и даже в 70 лет? Да, есть фитнес-модели, которые поддерживают себя в потрясающей форме, независимо от возраста. Но я заметил, что девушку ничто так не мотивирует, как живой пример такой девушки, которая делает со своим телом просто чудеса. И сегодня у нас в студии вот такая вот потрясающая девушка, с которой недавно познакомился, решил, что вам будет интересно самим все узнать и увидеть все лично. Наташа, приглашаю вас в студию. Меня зовут Наталья Филиппова, мне 48 лет. Мой рост 174 сантиметра, вес 64, талия 66 сантиметров. Бедра 96, грудь 94. Фитнесом я начала заниматься 16 лет назад, когда мне было 32 года. Разглядывая фотографии после очередного праздника, я заметила, что мои формы не активны. В каком месте? Мой муж испугался, где же моя попа. Куда-то она уходит. Да, куда-то она стала уходить. И что было предпринято? Я пошла в фитнес-зал. Просто ходишь в фитнес-зал, в тот же самый и все, да? Нет, я поменяла их, наверное, где-то раза три меняла фитнес-зал. Не потому что я меняла зал, а потому что я шла за тренером, как обычно. Ну а в данный момент у меня уже свой фитнес-клуб, потому что мое хобби переросло в мою вторую профессию. В принципе, проблема у меня сейчас состоялась в том, что я себя пережгла. Мне посоветовали Юрия, вот именно по наращиванию формы. Ты пришла ко мне, потому что жир вообще убрала, но и мышцы убрала. Мышцы сгорели, да. С этим я столкнулась впервые, как говорят, перегоняла себя. Девушки не понимают, зачем нужны мышцы. Они мне часто пишут, мне мышцы не нужны, я хочу только похудеть. Они не понимают, что будет дальше. 97% людей приходят в зал, убеждены в том, что они все, начинают регулярно заниматься. Неделя, месяц, и они бросаются. У тебя стаж тренировок, ну ты не всегда в зал ходил, но все равно стаж тренировок 16 лет. Как ты себя вот научи других девушек, поделись мотивацией, поделись, как себя заставить постоянно заниматься. В зеркало смотреться или что надо? Наверное, в зеркало смотреться. Потом, естественно, если ты занимаешься шопингом, и на тебя не налезают твои любимые вещи, и как бы желаешь вот что-то купить, и чувствуешь, что это платье тебе не подходит, начинаешь себя ругать и подстегивать. Какая была первая диета? Как она выглядела? Диеты были, конечно, безграмотные. Какая самая безграмотная? Вспомни. Сидеть голодом, что неправильно. То есть без БЦА, без витаминов, просто голод, да? Да, да, да. В воде себя, наверное, даже ограничивало, да? Вода, также вирошпирон. Недавно я с Юрой об этом вспомнила. Вирошпирон принимала его раньше, тоже перед выходом. И для здоровья было не очень. Простая клизма, тоже ничего. Я сейчас, кстати, знаешь, можешь мне показать, у меня 200, я жму, правда, бинты не взяли. Любимое упражнение – жим ногами с бинтами 200 кг, да? И сразу чувствуется, что ягодичные мышцы напухают, как нужно. Да. Хорошо. То есть любимое упражнение – жим ногами. Что еще? Люблю работать руки. То есть бицепс там? Обязательно. Трицепс. Трицепс – вообще проблем на зону, я считаю, у женщин, чтобы не висело. Трицепс нужно прорабатывать. Вот у тебя красивая дельта очень, красивые плечи. И они абсолютно не делают тебя мужественной. Ну, конечно, кто-то скажет, что ты перекачанная. Но лично, как для меня, ты вполне женственная. А у тебя страх когда-нибудь был перед тем, чтобы взять гантели и качаться? Или никогда не был? Нет, вы знаете, многие критикуют Мадонну, что она тоже перекачанная, выглядит джилистой. Я считаю, что в возрасте, ну что делать, нам уже не до выбора выглядеть подтянутой. Главное – выглядеть подтянутой. Я думаю, например, Мадонны, он тысячи девушек притащил в спортзал. Я уверен, что твой пример тоже будет классной мотивацией для подписчиков канала. И им понравится. Вы, кстати, пожалуйста, напишите в комментариях, какие у вас есть вопросы. Наталья на все интересные вопросы она лично ответит. И, пожалуйста, если вы хотите еще видеоролики совместные, тоже пишите об этом в комментариях. Потому что, как видите, такой опыт поддерживается в такой красивой форме, он очень интересен. И обязательно смотрите наше следующее видео, программа тренировок для девушек, где мы покажем, как именно тренироваться, чтобы вот так вот классно выглядеть. Очень многие девушки икры боятся тренировать. Как ты этот страх преодолела? Мне в этом плане легко, потому что что мой муж, что мой сын, они очень любят, когда у девушек ноги прокачаны. И не критикуют, когда я иду на каблуках, а все-таки у меня все прорисовывается. То есть они так же, как и я, считают, что икры – это красиво и сексуально. Да, да, да. Девчонки, очень многим мужчинам нравится, когда икроножные мышцы развиты у девушки в меру. Кроме икроножных мышц, рук, какие еще любимые упражнения? Так, ну, пресс. На пресс мы делаем отдельную тренировку. Раз в неделю ты бомбишь пресс? Раз в неделю, да, я стараюсь прорабатывать пресс. И сколько времени ты можешь его подряд качать? Подряд, ну, я думаю, полчаса, сорок минут. И хотелось спросить, вот большой опыт работы с разными тренерами. Расскажи про этот опыт. Мне кажется, любая девушка ошибается, когда занимается в быстром темпе. И любая силовая тренировка превращается в кардио. Мы сжигаем и мышцы, и жир одновременно. Мы уже говорили об этом, еще раз не побоюсь повториться, что, в принципе, мышцы-то нам как раз нужно нарастить. В данный момент Юрий консультирует моего тренера, который работает со мной в зале. И самое главное, что он контролирует мой темп. Сказать, чтобы я подольше отдохнула. Поменять вес, потому что сама девушка иной раз побоится взять вес больше. Я с недоверием отнеслась к идее онлайн-тренировок. Но увидев результат, сейчас могу точно всем это посоветовать. Субтитры создавал DimaTorzok